Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале новой торговой недели. Как и всегда, мы с вами после выходных с силами, соответственно, надеюсь, с хорошим настроением, возвращаемся в наш традиционный такой спекулятивный бой и продолжаем следить за теми инвестиционными идеями, которые мы с вами отстаиваем каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Большинство наших идей сфокусировано на потенциале роста доллара, который мы пытаемся выжить благодаря президентству Трампа. Но пока что-то идет не так, как бы нам хотелось, но особого негатива тоже, в принципе, нет, потому что если бы, к примеру, та слабость американца, которая сейчас, очевидно, на рынке была связана с тем, что Трамп не оправдал ожидания, я бы признал тот факт, что, может быть, с ростом американца нужно повременить. Но мы понимаем то, что слабость американца базируется исключительно пока на том, что Трамп не действует так быстро, решительно, как хотелось бы. Наша задача, как долгосрочных трейдеров, ждать, что рано или поздно это случится, по крайней мере, я очень надеюсь, что произойдет это буквально в считанные дни, потому что мы уже миновали инаугурацию, и мы теперь уже по праву можем ждать каких-то фактических решений о Трампе. Обо всем подробнее сегодня постараюсь вкратце пробежаться по основному спектру наших активов. Не забывайте, что в 16.30 пройдет очередной вебинар, правильный понедельник, где мы еще раз разбираем детально ситуацию фундаментальную, сложившуюся на рынке за прошлую неделю и ставим среднесрочные ориентиры и цели. Поэтому, если у вас есть возможность, буду рад вас видеть сегодня на вебинаре, еще раз повторяю, в 16.30 по Москве. Ну, начнем мы традиционно с нефти. Клосс заключительной сессии прошлой недели 55.42. Сейчас актив торгуется, в принципе, на том же самом уровне. Мне удалось сейчас собрать несколько аргументов, опять же, в пользу распродаж. Я надеюсь, что те из вас, кто придерживается такой же позиции, как и я, ждут хороший уровень для продажи, а может быть, уже давно продают нефть, тоже заметили эти новостные события и уже в курсе, в принципе, что можно использовать, чтобы оправдать снижение нефти. Во-первых, у нас можно, скажем, потратить несколько секунд, чтобы еще раз констатировать ситуацию, вкладывающуюся в Китай. В пятницу вышел целый блок макроэкономической статистики, очень важных данных, которые позволяют оценить состояние китайской экономики. Не буду вдаваться в подробности по промпроизводству, по инвестициям, капиталовложениям в народное хозяйство. Это сейчас не имеет значения. Давайте поговорим про показатели ВВП. В частности, с 4 квартала 2016 года был закрыт на отметке 6,8 с приростом. Если говорить про среднюю медианную оценку прироста за год, то это 6,7. Чтобы вы прекрасно понимали, это крайне низкое значение по экономическому восстановлению для экономики Поднебесной. Чтобы еще больше понимали, это худший результат за последние 26 лет, с 1990 года. Более худших результатов экономического восстановления Китай еще не показывал. Я думаю, что вы все прекрасно знаете, что состояние китайской экономики это один из ключевых факторов влияния и спроса, соответственно, на товарное сырье. Поэтому каждый раз, когда мы с вами говорим о проблемах в Китае, мы понимаем, что это может сказаться на спросе, в долгосрочном порядке. Поэтому Китай еще один фактор против высоких цен на нефть. Второй – это отчеты Бейкер-Хьюза, которыми мы следим каждую неделю. В пятницу вышел очередной релиз по приросту нефтяных сланцевых буровых терминалов в США. И, вы знаете, мы увидели рост числа станций с 522 штук до 551. То есть, быстрая математика, расчеты плюс 29 штук. Это много. Я думаю, что, исходя из такого прироста, мы можем смело закрыть глаза на тот спад, который наблюдали двумя неделями ранее, который прервал очереду из 10 недель роста подряд. И говорить о том, что сланцевое производство – это уже раскрученный маховик, который набирает свою силу. И еще один фактор, может быть, один из самых важных, почему сейчас нефть должна снижаться – это усиливающийся скепсис, о котором уже говорят все по поводу того, что только одни Соединенные Штаты Америки могут нейтрализовать по производству то сокращение, которое у нас идет со стороны стран ОПЕК, присоединившийся к сделке по ограничению производства. И последние прогнозы ближневосточного картеля. В ближайшее время поставки сократятся с этих регионов на 180 тысяч. При этом только в США будет добыто нефть больше, чем на 250 тысяч. Мы помним комментарии на Международном экономическом форуме в Давосе руководителе АБИПИ Боба Дадли, который отметил то, что сейчас ланцевое производство практически на локальном пике. То, что оно явно уже миновало о своих худших временах, но и только уже в этом месяце производство будет увеличено до 475 миллионов. И продолжит расти дальше. И цифры последние от Беккер Хьюз явны тому подтверждение. Безусловно, мы можем говорить и про вот эти скептические настроения. Мы можем говорить о том, что, возможно, рыночное представление о том, что сокращение добычи нефти ОПЕК и других регионов, которые присоединились к этому соглашению, обручая Россию, будет достаточно, чтобы решить проблему с перепроизводством. Но вот эти цифры, статистика, рыночные обсуждения, комментарии, они явно доказывают то, что эту проблему решить в ближайшее время не удаться. Поэтому я снова предлагаю вам рассматривать, прежде всего, возможность продаж, и искать подходящий уровень лично мой, скажем, ценовой предел, когда я буду крайне внимательен к рынку, еще более внимательен, чем всегда. Но попробую подорговать также на снижение. Это после пробоя бренда 53 долларов за баррель. Покупать даже не собираюсь. Российская валюта против доллара 59,80. Снова мы явили 60, но закрепиться выше этого сопротивления пока пара не смогла. Но, опять же, мы в пятницу увидели локальный откат, восстановление после снижения в рамках всей недели. Может быть, рынку сейчас нужно чуть одуматься, чтобы снова перейти к снижению. Тогда рубль точно будет выше 60. Но то, что мы увидим именно движение наверх, я в этом не сомневаюсь. Вероятность куда больше для такого сценария, нежели чем возможность укрепления рубля. Наша цель, как и раньше, 62. Давайте ждать. Дальше идем. Доллар и японская иена. Если цепляться сейчас за поведение рисковых инструментов и пытаться оправдать их рост, безусловно, мы сейчас поговорим еще и про статистику, но основной триггер, драйвер рынка – это доллар. Потому что доллар имеет достаточно сейчас оснований для того, чтобы показывать те или иные движения. Доллар сейчас актив номер один с точки зрения новостного фона. И, конечно же, доллар – это тот инструмент, который первым будет отыгрывать любое решение Трампа. А Трамп у нас – это тема для обсуждения номер один. Мы заканчивали этой темой в 2016 год, мы переключевали в 2017 год. И я уверен, что как минимум первого квартала мы будем говорить только о нем. Потому что Трамп – это основа основ всех дальнейших действий, которые будут предприниматься Федеральной резервной системой. По доллару у нас было очень много статистики, очень много хороших отчетов, сверхпозитивных. Вы помните данные по инфляции, в частности, показатель плюс 2,1 годового выражения. Рост – это лучшее значение, по-моему, с 2014 года, если даже не с конца 2013 года. Мы помним то, что очень хорошая ситуация сейчас на рынке труда. Роза, арх, наклад – это максимум с 2009 года. Мы видим хорошее состояние промышленного сектора, активность в сфере услуг. Мы говорим о росте потребительской активности. Мы слышим жесткие комментарии со стороны не просто представителей ФРС, а со стороны голосующих членов, которые будут отдавать свои голоса за повышение процентной ставки. Вот в пятницу выступал один из представителей ФРС, хакер, еще один, который также отметил практически неизбежность трех повышений процентной ставки в этом году. Если для вас представители ФРС – это пустое слово, я знаю, что многие не доверяют этой риторике. Ну, вы все знаете от Джанет Йеллен, которая возглавляет этот регулятор. И на прошлой неделе в ходе ее выступления стало совершенно очевидно то, что американские регуляторы в ее лице поддерживают повышение ставок. Сейчас дождемся новых стимулов со стороны Трампа. Я думаю, что это произойти может через какие-то законодательные акты даже в ближайшие, даже не недели, а дни. Ведь он уже, 45-й президент, он уже въехал в Белый дом. Поэтому я жду, что доллар все-таки оклемается. Я для себя такой психологический рубеж потенциального стоп-лосса по длинной сделке по паре USD1 поставил на отметке 112. Потому что если пара окажется ниже, там будет высокая вероятность входа к отметке 110. Но пока в котировке 113.68 мы сохраняем потенциал для дальнейшего роста. Евро против американца сейчас торгуется на отметке 1.07.39. Здесь также, как и с долларом, то есть американская валюта снижается. Это поддержка для рисковых активов. Других факторов спроса на евро сейчас просто нет. Да, на прошлой неделе вышли сильные данные по инфляции. Но мы помним, что в ходе последующей конференции Марио Драги четко дал понять, что есть два разных понятия, хоть и связанных между собой. Это общий показатель инфляции и базовая инфляция. Вот как раз то, что мы видим в экономических календарях, это общий показатель инфляции. Хорошо, что она растет. Да, без ее роста не может быть разгона базового показателя инфляции, который в меньшей степени учитывает цены на энергетические конъюнтуры. Но по словам Драги, все равно ситуация оставляет желать лучшего. Поэтому европейский регулятор, как и раньше, находится в состоянии повышенной боеготовности, не раздумывает даже о том, чтобы выйти из программы количественного смягчения, потому что она сейчас жизненно важна. Драги так и сказал. Если бы не было программы количественного смягчения, ситуация была бы сейчас в экономике еврозона удручающей. Поэтому стимулы будут такими, как минимум до конца этого года, ставки будут низкими в течение более длительного периода времени. И, как отметил Драги, если ситуация ухожется, тогда Европейский Центральный Банк будет готов просмотреть возможность снова снижения процентной ставки. Как только доллар опомнится и получит необходимый буст для роста, мы увидим, как трейдеры очень быстро начнут скидывать европейскую валюту. Если вы сейчас настолько поверили в то, что евро будет расти дальше, я вам советую, прежде чем открыть длинную сделку, еще раз оценить весь новостный фон, еще раз выслушать то, что я сказал, и уже окончательно принять решение. Потому что за ваше решение отвечать придется только вам самим. Я вижу потенциал для снижения, поэтому долгосрочно я не могу рекомендовать вам занять длинные сделки, потому что потенциал коррекции довольно-таки высок. Фунт против доллара. В пятницу было много статистики, в частности по фунту это роничные продажи. Вопреки ожиданиям отчет оказался плохим, но вместо того, чтобы ослабить, фунт продолжил расти. Значит, мы опять же говорим про рост доллара, про снижение доллара, которое оказало поддержку фунту, и говорим про резонанс от конференции Терезы Мэй. Но я пока не буду, опять же, вдаваться подробностей того, что она сказала, мы уже говорили об этом. Пройдет немножко времени, я свяжу, собственно, в вашей памяти основные тезисы. Но сейчас хочу отметить то, что если рынок так активно реагирует на ее слова и выступления, и верит в то, что процедура Брэзита будет крайне чистой, прозрачной, без каких-либо негативных последствий, верит в то, что голосование в двух палатах парламента будет позитивным, я думаю, что до инициирования 50-й статьи Лиссабонского договора нам, в принципе, также можно приобщиться к этому ралли. Поэтому я считаю то, что с текущих значений 1,2421 мы можем поспекулировать на росте фунта, возможно, даже до следующего сопротивления 1,27. Как только появится больше конкретика по 50-й статье, будем искать возможности для распродаж. Доллар-канадец, возможно, один из самых динамично растущих инструментов и валютных пар за прошлую неделю, потому что только за три последние торговые сессии эта пара прибавила 300 пунктов. И помимо того, что мы видим потенциал роста в долларе, помимо слабости энергетического рынка против канадца действует еще и статистика. Ройничные продажи в месячном выражении 0,2% против прошлого 1,2%. И самое важное, это отчет по инфляции, который во главе углов стоит, потому что именно из-за низкой инфляции мы с вами продаем канадца, потому что понимаем, что низкая инфляция – это то, что оставляет возможность для маневра, а в плане стимулов для канадского регулятора. Поэтому у нас идея, связанная с тем, что почему пара и юстика будет расти, это идея, которая базируется на куче фундаментальных факторов. Слабости канадца, снижение цен на нефть, возможности того, что Трамп будет двигаться по пути усиления протекционизма. Но, опять же, сейчас это должно произойти. То есть канадец будет переживать за вероятный пересмотр условий торгового соглашения НАФТа. И все-таки самое важное, конечно же, еще раз повторюсь, это потенциал снижения нефти, потому что за последние дни мы видели, как корреляция между канадцем и нефтенным активом превысила 67%, даже, можно сказать, 70%. То есть в случае дальнейшего снижения нефти мы с вами увидим пару юстика даже выше отметки 1,35. Это наша ближайшая цель. Мы уже здесь в профите. Я думаю, что даже несмотря на хороший профит, нам нужно быть реалистами. И хочется, может быть, зафиксировать результат, но я рекомендую этого пока не делать. Это очень предсказуемая валютная пара. Сейчас ждем 1,35. Австралийцы, Новозеландец. Здесь интересного новостного фона нет. Это ведомые активы, ведомые за поведением доллара. Сейчас, соответственно, как только ситуация изменится по американцу, мы тут же увидим снижение и этих инструментов. У нас есть с вами конкретные целевые ожидания. По австралийцу это все-таки снижение отметки 0,72. По новозеландцу сейчас котировки 0,7193. Не даже думаем торговать этой валютной парой, пока она не уйдет в район поддержки 0,70. По золоту слабость доллара снова привела к интересу к золотому активу. Я признаюсь, после тестирования поддержки 1200 долларов за тройскую унису вошел в короткую сделку. Сейчас уже риски значительные, даже несмотря на то, что соблюдаю правила риск менеджмента. Но все-таки надеюсь, что если Трамп сейчас хочет угодить тем трейдерам, которые поверили всему, что он сказал по поводу системы, самое время это уже делать. Потому что многих начинает подбешивать его уже бездействие и отсутствие каких-либо решений. Давненько мы от него не слышали ничего интересного. Я считаю, что произойти это может в ближайшее время, в любой час. В прямом смысле я надеюсь, что смогу снова по сделке своей по золоту вернуться в район 1200 долларов за тройскую унису, потому что понимаю, что больше потенциала роста нет ни в каком другом активе, кроме как в долларе. Американский фондовый рынок S&P сейчас 2260 пунктов по-прежнему находится в фазе довольно узкой консолидации. Но видим то, что пружина потихоньку натягивается. Американский фондовый рынок в одном шаге от того, чтобы переписать еще раз исторический максимум. Произойдет это также в считанные ближайшие дни. Из важных событий, пожалуй, сегодня выделить нечего. Ну, ничего страшного, у нас будет несколько важных релизов дальше. По неделе по американской статистике будем искать поддержку для нашей длинной идеи по доллару в них. Но пока следим за рынком, несмотря на отсутствие активности, не теряем бдительность, потому что любое заявление Трампа может стать самым настоящим ньюсмейкером и серьезнейшим инфоповодом. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, канал на YouTube, либо форума о маркетсе. И не забывайте, что сегодня в 16.30 состоится очередной вебинар, правильный, о понедельник. Где также я буду ждать всех вопросов, которые вас интересуют и по всем ситуациям, которые вы хотите прояснить. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.